Друзья, всем здравствуйте! Всем хорошего дня и отличного творческого настроения! Ну, а я к вам с двумя хорошими новостями. Значит, первая наша новость. Я начала проект. Буду делать мастер-класс по созданию гарнитура. Проект достаточно большой, объемный, и очень надеюсь, что он будет интересен для вас. Ну, а вторая новость с небольшим отступлением. Вы знаете, я очень много лет занимаюсь переделкой мебели, и я всегда нахожусь в поиске чего-то лучшего. Что-то, может быть, менее дорогого, но хорошего качества. И если я что-то нахожу, этими находками я всегда с вами делюсь. Вот сегодня я с вами буду опять делиться своей находкой. Сегодня я хочу познакомить вас с красками от кузницы цвета. У них очень большой ассортимент лакокрасочных продуктов. То есть это и краски, и грунты, и всевозможные лаки, и по бетону, и по дереву, и, в общем-то, тонировочные лаки. Есть меловая краска. Огромное количество разных цветов. А цена, ребят, самая приятная из того, что сейчас есть в меловых красках. Это я могу смело вам заявить, потому что я всегда мониторю. Я очень много работаю с мебелью, и приходится в силу того, что нужно где-то окрашивать мебель. А меловая краска, вы сами знаете, кто работал, что отличается очень хорошей укрывистостью, очень хорошей прочностью. Но и цена там немаленькая. Ну, в общем, всегда мониторю, смотрю, что у нас по меловым краскам. Ну, так вот, в кузнице цвета у них очень приятные цены, отличное качество продукции. В общем, я довольна. Сегодня будем красить именно красками от кузницы цвета. И я вам покажу, как работают их материалы. Так как проект у меня большой, я взяла большие объемы. То есть, вот такую банку эмали универсальной. Ей хорошо окрашивать и дерево, и USB. В общем, универсальная эмаль. Я уже работала с этой эмалью. Она мне понравилась. Достаточно густая, достаточно укрывистая. Так вот, я приобрела вот такую большую банку эмали. Приобрела грунт. Сначала мы будем грунтовать наши поверхности. А затем будем покрывать акриловым лаком. Мадера, глянцевым. У кого, например, небольшой проект, тумбочку какую-то покрасить надель, небольшой шкафчик, в разных фасовках у них продаются вот эти вот краски. Грунт можно купить в небольшой банке. 500 мл, 250 мл. Кому сколько нужно. То есть, на любой вкус и цвет покупателя. Значит, краска белая, пожалуйста, тоже для мебели в небольших объемах. Вот такой баночки, мне кажется, позаглаза хватит на шкаф, потому что укрывистость здесь очень хорошая. Приобрести эти краски тоже очень легко и просто. На всех торговых площадках Яндекс, Валберес, Озон, везде они есть. Я оставлю в описании под видео ссылочки, где вы можете приобрести краски от Кузницы Цвета. И в первом закрепленном комментарии тоже оставлю все ссылки. Заходите, смотрите, выбирайте. Ну, вроде все рассказала. А теперь иду переодеваться и приступаем к работе. Ну что, мои хорошие, поехали! Ребятушки, у нас произошли фосмажорные обстоятельства. У меня глюкнул телефон и некоторые видео слетели. Хорошо заметила в самом начале. Сейчас попробую вам объяснить и показать, что мы сделали там. Я думаю, будет понятно. Теперь смотрите, мы с вами переделываем вот такой вот гарнитур. У нас с вами две витрины, вот эти вот, и одна вот такая тумбочка. Верху от этой тумбочки, от средней нет, просто одна тумбочка. Сначала я отмыла все наши шкафы, снутри и снаружи. Затем я ошкурила 120-й наждачкой, слегка прям, сильно не царапая. Вот здесь эта стенка, она лакированная, поэтому мне немножечко надо было пошоркать лак, чтобы было лучшее сцепление с грунтом и с краской. После того, как я ошкурила 120-й наждачкой, я пошпаклевала, где у меня были немножко сколы, какие-то неровности, я все это пошпаклевала. Затем обезжирила все и приступила к грунтованию. Грунтовала адгезионным грунтом кузницы цвета, грунтовала валиком. Вот так наша тумбочка выглядела, после того, как я ее ошкурила и зашпаклевала. А затем вот перешла к грунтованию. Ну что, друзья, загрунтовала, вот высохла наша тумба, вот так она выглядит. Теперь я беру краскопульт, у меня вот такой бош. И залила сюда уже краску, навела белую. И сейчас буду красить. У кого нет краскопульта, вы спокойно можете красить и кисточкой, и валиком. У кого что есть. Кому чем удобнее. Вот сейчас таким образом буду прокрашивать наши тумбы, верхние части от этих тумб. То есть дам слой краски, высохнет. Затем я пройдусь с курочкой, 180-й, либо амбразивной губкой какой-нибудь мелкой. То есть шлифану, чтобы ровненько было. Потом дам еще один слой краски. Опять зашлифую. Потом залачу и уже готовое покрашенное вам покажу. А вот эти части мы все будем украшать вместе. Тут по покраске я вам показала и рассказала. Все, ребят, загрунтовала и прокрасила пока на пару раз. Вот два раза прокрасила. Теперь что я хочу сделать? Я хочу украсить наши ножки на тумбочке. Вот все четыре ножки. Вот таким вот декором. Вот есть у меня самодельный молд. И вот этот декор, он нам хорошо подходит по тематике. То есть здесь листочки и здесь тоже на этом декоре присутствуют листочки. Сейчас я буду закладывать в наш самодельный молд самодельную полимерную глину. Как сделать полимерную глину своими руками, у меня есть видеоролик на канале. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Три способа, три наполнителя у меня там. Очень здорово подходит такая глина для создания декора мебели. Ну и не только мебели. Крепкая получается, достаточно прочная. И хорошо делает оттиски. Значит, буду закладывать сейчас сюда глину. И будем на все четыре ножки приклеивать наш вот такой вот декор. Так, теперь перед тем, как заложить сюда полимерную глину, я сбрызну силиконовой смазкой наш молд. Для чего? Вы знаете, когда мы часто используем молд и закладываем сюда либо полимерную глину, либо древесную пульпу, постепенно молд разъедается. Если же мы сбрызгиваем силиконовой смазкой, то, во-первых, легко выходит отсюда, что глина, что древесная пульпа. Легче вытаскивается изделие. И дает защитную пленочку силиконовая смазка силиконовому молду. Тем самым наш молд прослужит нам дольше. Купить можно такую силиконовую смазку и в автомобильных магазинах, и на строительных рынках, и в фикс-прайсе она есть. В общем, везде это не проблема, найти ее можно. Вот сбрызгиваем. Перечипываю кусочек нашей глины и закладываю в молд. Все, заложила. Верхнюю пупырку не стала сюда закладывать, она мне не нужна. Теперь выкладываем, вытаскиваем нашу глину из молда. Так, вот что у нас получилось. Сейчас дам буквально минут 10 подветриться и начнем приклеивать на ножку. Подстыла наша глина, сейчас мы будем ее приклеивать. Приклеивать будем на полимерный клей. Вот, у меня такой, у вас может быть какой-то другой. Я полимерный клей вот сюда, вот в шприц, немножко налила. Мне так удобнее работать. И теперь мы выкладываем на руку вот так наш декор. Промазываем все это аккуратненько клеем. Сильно не нужно его промазать, чтобы клей не вылез наружу, а то будет неаккуратно, хоть он и бесцветный, но все равно. Немножко вот так вот смазываем. И аккуратненько прикладываем. Укладываем наш декор на ножку. Смотрим, чтобы все было прям посерединке. Вот. Слегка пальчиками вот так вот прибиваем, чтобы плотненько декор обнял ножку. Не бойтесь, рисунок не собьется. Уже глина подстыла. Рисунок сохранится. Сейчас сделаю на все четыре ножки. И покрашу еще на раз полностью тумбочку вместе с ножками. Все. Все части шкафов и нижние и верхние окрашены в белый цвет. Залакированы. Теперь будем оформлять вот эти вот вставки наши вот на дверях и вот здесь вот по бокам. Будем окрашивать их вот так вот. Имитация камня. Вот так внутри у нас будет. На дверцах. Соответственно, здесь я тоже сделаю такой же фон под камень. Как сделать такой фон, я сняла специально отдельное видео МК, как сделать имитацию камня. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео, чтобы здесь мы с вами это время не занимали. Там я все подробно рассказываю. Сделаю имитацию камня. Затем вот эти вот рамочки все я позолочу. Золотить буду самодельной поталью. Как сделать самодельную поталь своими руками, у меня тоже есть видео на канале. Ссылочка тоже на него будет. В общем, сделаю рамку внутри рамки. Сделаю имитацию камня. И мы посмотрим, что у нас получилось. Так, ребятушки, создавать вот такой фон, имитацию камня, я буду вот этими красками. Кузница цвета. Здесь я специально уже подобрала цвета, которые мне нужны для создания вот такого вот камня. То есть я взяла зеленый, светло-зеленый, болотный, немножечко тут у нас изумрудный, черный, темно-серый. Какие-то цвета буду перемешивать и, в общем-то, работать именно с красками кузница цвета. Итак, покрасила тумбы, сделала на дверцах имитацию камня. Значит, две тумбы у нас будут с белыми столешницами. На них будут стоять витрины. Одна тумба будет посередине. Значит, тут я сделала вот на столешнице окантовку такую тоже, имитации камня. Вот что у нас получилось. Теперь вот на этой окантовке мне нужно сделать золотые бортики такие вот проложить. То есть отсечь от белого вот так вот золотом. Можно, конечно, вот здесь также отступить с этого края, с этого края проложить скотч и прокрасить золотом. Но решила пойти другим путем. Взяла фанеру, приклеила к ней скотч, ровненько по краю выложила. Скотч 5 сантиметров шириной выложила. Размерила по 0,7 миллиметров. Вот. И прорезала вдоль всего скотча вот на полоске. Вот так, по 0,7. Теперь я покрашу этот скотч полностью, вот так вот, покрашу золотом. И потом уже буду отсоединять вот так вот полоску золотую, после того, как я окрашу это все. И приклеивать на окантовочку вот нашей верхней столешницы. А затем все это покрою лаком. И тогда у меня будет ровная окантовка на нашей столешнице. Золотая прям полоска будет идти. И не нужно будет мне ничего там вырисовывать. Так проще. Так, ребятушки, с тумбами мы с вами закончили. С низом вот эти тумбы мы все с вами окрасили, уже и сделали. Вот нижнюю часть нашего серванта. Теперь сейчас я окрасила вот эти вот верхние части. Те, которые будут ставиться на тумбу. Задник я отсюда убрала, чтобы мне легче было окрашивать ее. Задник тоже покрашен в белый цвет. Теперь у нас здесь с вами были стекла, которые ездили вот так вот, как купе. Это на всех сервантах советских было. В стенках вот они, эти стекла. Они разъезжались вот так в разные стороны. Я хочу заменить эти стекла на открывающиеся дверцы. Взяла брусок 4 на 2. Вот. Выпилила рамы. Значит, вот под углом 45 градусов. Распилила. Здесь сделала прорезь. Прорезь толщиной под стекло. Какое стекло, какой толщины стекло вы сюда будете вставлять? Вот такую прорезь я и сделала. Буду вставлять стекло сюда. Вот они верхние части нашей рамы. Вот так вот это все будет собираться. Вот. Ну так более понятно, да, что у нас тут получается. Вот такая вот рама. Внизу тоже такая же планочка будет. Вот. Значит, и у нас будут вот такие вот дверцы. Вот так вот они будут открываться. Сейчас я окрашу все наши вот эти заготовки рамы в белый цвет. Потом ставлю стекло и скреплю раму. Скреплять буду с помощью ПВА-клея. И на шканты буду сажать. То есть, каким образом? Вставляется стекло в раму. Давайте вот так вот на одном углу. Один угол я вам покажу. Все четыре угла так будут крепиться. Значит, вставляется стекло. Здесь смазывается клеем. Внутри я тоже буду смазывать прозрачным герметиком силиконовым. Потом вставлять стекло. Затем здесь клей ПВА. Вот это все будет вот так скрепляться. И вот отсюда, под углом, я буду засверливаться и вгонять сюда шканты. Вот таким образом будут держаться все четыре стороны нашей рамы. Вот так будет крепиться на шкантах и на клею. Сейчас окрашиваю наши планки, делаю дверцы и буду устанавливать сюда на рояльные петли. Ребят, на камеру не буду показывать. Работа очень кропотливая здесь. Поэтому я думаю, сообразить, как крепить на рояльные петли, они не сложные. Поэтому я на них и креплю. Здесь под петли ничего не нужно будет отшкуривать. Вот как есть, рояльную петлю в одну сторону прикручиваю. И второй стороной рояльной петли на торец нашей рамы прикручиваю. И вот у нас будет вот так вот открываться наша дверца. Перед тем, как я буду крепить наши двери, я поставлю задник. Чтобы у нас зафиксированная была верхушка наша, никуда не болталась. Обязательно сначала задник, потом вставляем двери. Все, мои хорошие. Покрасила я нашу витрину вот здесь вот в рамочках. Сделала имитацию камня и покрыла сразу золотом все. Рамы я тоже вставила. Вот они. Теперь у нас вот так вот открываются дверцы. Вот они. Сейчас я поближе подвину камеру и более подробно вам расскажу, как я укрепляла рамы, как я подгоняла, чтобы вам было более понятно. Итак, я вам показывала, из каких брусков я делала рамы. То есть у нас вот здесь вот четыре отрезка для рамы было. Для каждой рамы по четыре отрезка. Мы резали под 45 градусов. Внутри делали пропил под стекло. Загоняла прозрачный силиконовый герметик. Вставляла вот так вот полностью стекло в раму. Затем просверливала вот так вот наискосок, вот отсюда, сверлом. Вот так вот наискосок. И загоняла, заливала клей ПВА, загоняла шкант. У меня шкант вот здесь торчал и вот здесь. Потом я их аккуратно отпиливала и ошкуривала. Вот так со всех четырех сторон. Ребят, стекла я использовала те же, что и были у нас в витрине, те, что ездили. Я их просто вытащила по размеру, отрезала, отнесла в стекольную мастерскую. И мне по размеру все вырезали. И вставила я эти же стекла сюда. Здесь у нас немножечко вот тут вот как ручки выпиленные на стеклах были. Но это я все спрячу аккуратненько. Мне не нравится, это мне не нужно. Вот рисуночек вот этот вот, он у нас сохранился. После того, как мои рамы склеились, я уже, значит, вот здесь вот, вот они, рояльные петли. Значит, рояльную петлю сначала я прикрутила к одной стороне. Затем выставляли, это уже вдвоем с мужем делали, одной здесь несподручно. Приставляли вот так вот раму, смотрели, чтобы ровно. Один держит, второй прикручивает. Сначала наживулили там на три самореза, вверху, внизу и посередине. Все это выравнивали. И потом уже остальные саморезы по раме прикрутили. Вот так, также по полотну полностью. Не думайте, что вы прикрутили, и у вас все ровненько сразу встанет. Нет, все подгонять. Видите, вот здесь у меня ошкурено где-то. Вот здесь у меня ошкурено. Хотя планки, рамки были уже покрашены. Красить их лучше сразу. Потому что вот эти вот места, вот, мы их потом не будем трогать. Даже когда подгонять раму, вот здесь ошкуривать что-то лишнее. Здесь они у нас будут покрашены. Если мы на неокрашенную раму оденем сразу стекло, потом очень тяжело будет вот здесь вот окрашивать. Будет туда затекать все. Поэтому раму лучше сразу покрасить. А потом вот эти какие-то недочеты ошкуривать уже вот непосредственно на собранной раме. Всегда легче подкрасить потом вот эти вот части, нежели лезть потом кисточкой вот здесь. Итак, после того, как я установила уже рамы, вот они дверцы эти, я уже начала подгонять. Где-то они между собой шоркались, убирала лишнее, ошкуривала здесь лишнее, пока у меня дверцы свободно не стали ходить. Вот, убирала тут лишнее, тут лишнее, тут где-то ошкуривала, открывала. Здесь рамы немножечко где-то выступали, тоже здесь вровень все сравняла. Теперь просто вот, когда уже готово, мне все, меня все устраивает, теперь я просто аккуратненько сейчас краской подкрашу вот эти места все, где мы ошкуривали. Теперь беру уже краску белую, вот, беловую от кузницы цвета. Если здесь я полностью, вот эти большие все объемы, я работала с краскопультом, то вот такие вот маленькие места, небольшие, здесь я буду работать уже кисточкой. И вот такой вот белой краской. Открываем. Сначала хорошо сболтали. Здесь очень хорошо, что не пачкается ни крышка. Вот верхняя защита. Убираем. И вот она краска. То есть очень удобно. А то вечно на крышке остается краска. И потом ее смывать, либо она засыхает и мешает. Кисточкой вот так вот обмакиваем. И аккуратненько прокрашиваем все наши... Вон, видите, вот прям на ваших глазах показываю, какая хорошая укрыстость. И это без грунта. Вот, укладываю. А на грунт вообще там все это закроется. Хорошая растяжка, хорошая укрыстость. Один раз обмакнула и смотрите. Теперь мы все эти, все эти косячки закрашиваем аккуратно кисточкой. В общем, закрашиваю вот эти все косяки. Дам высохнуть. А затем покрою лаком. Ну все, закрасила я наши все косячки. Теперь будем покрывать лаком. Лаком буду покрывать глянцевым, модером. Вот он. Вот такой лак. Сейчас мы им на три слоя покроем. Дадим первый слой, высохнет. Потом второй, потом третий. Точно так же, видите, у лака здесь крышечка защитная. Ее убираем. Вот. Буду работать кисточкой. Можно и валиком работать. И кисточкой. Кому чем удобнее. Очень хороший, он бесцветный. И на белых поверхностях он абсолютно не дает желтизны. Для меня это, ну, очень важно. Иногда, когда красишь белые поверхности, и не каждый лак остается бесцветным. То есть, очень многие лаки дают желтизну со временем на поверхности. Покрываю на три слоя и продолжим с вами дальше двигаться. Все, ребятушки, покрыла на три слоя лаком. Вставила магнитики сюда. Вот. Прикрутила. И вставила ручки. Вот эти ручки. Случайно нашла на озоне. Искала, подбирала к этому, к этой витрине ручки. И, в общем-то, вот прям в цвет мне попались керамические ручки. Оставлю ссылочку, где брала. Мало ли, может, кому-то тоже нужно будет. Там разные цвета есть. Внизу тоже вставила ручку. Единственное, что вот эти вот железные накладки, они были темного цвета. Сейчас я вам поближе ручки покажу. Вы увидите, как до покраски они были. Я их покрасила самодельной поталью. Вот золото тут было темное на ручках. А я выкрасила самодельной поталью в цвет наших декоративных элементов. Светлым золотом. Показываю вот так вот вам поближе. Чтоб видно было. Вот эти ручки. Вот в таком цвете они были. Видите, темное золото такое, бронза. Вставляется сюда вот. И сюда. И прикручивается шурупом. Единственное, что он коротковатый. Я заменила на более длинные винты. И вот такая ручка получается. Ну, цвет вот прям он очень похож. Подходит нам к нашему цвету. Хорошие ручки. Ну, вот вроде бы казалось, готово. Все. Вставляю стекла. Здесь у нас будут внутри стеклянные полочки. Я в конце уже их вставлю. Вроде как работа закончена. Но мне не хватает верха, ребят. Вот какая-то пустая здесь макушка. И захотелось мне немножечко его как бы побольше сделать и украсить вверх. А то он лысенький немножко здесь. В общем, что я придумала. Поехала на строительный рынок и купила вот такие вот плентуса деревянные. На любом строительном рынке. Стоят они недорого. Два метра длиной они идут. Значит, я отмерила расстояние наше вот здесь, вот впереди и по бокам. Распилила на торцовочной пиле под 45 градусов. И соединила, склеила. Сверху степлером закрепила. Сейчас покажу вам все ближе. Ребят, не у всех есть торцовочная пила, поэтому запросто также можно распилить под углом 45 градусов на обычном стусло, которое продается на всех строительных рынках. Абсолютно недорого. Здесь вот, пожалуйста, углы под 45 и прямой угол есть. Можно это сделать на обычном стусло. Распилить, скрепить и, в общем-то, собрать все это. Теперь показываю, что у меня получилось. Вот такая вот конструкция. Вот она. Вот, видите, под 45 градусов распилила, соединила. Вот здесь вот по углам склеила. Клеем ПВА столярным. И внизу вот соединила скобами. И наверху соединила скобами. Здесь немножко прихватила, но это я сейчас вытащу эти скобы. Вот такая вот шапочка у нас наверх получилась. Устанавливаться она будет вот сюда наверх. Я ее покрашу в белый цвет. И вот здесь вот, вот так вот выставлю. Но мне этого показалось мало. И я решила, что наверх я вот выпилила из фанеры шестерки. Наверх я еще закреплю вот такое вот, такое навершие. И здесь сделаю декор. Все это в белый цвет покрашу, сделаю декор и немножко позолочу. Вот такая верхушечка у нас с вами будет. Укреплять нашу шапочку, вот эту верхнюю, буду с помощью брусков. То есть вовнутрь буду вставлять бруски по размеру. И к брускам уже крепить. Внутри тоже сделаю вот такой вот прямоугольный каркасик по внутреннему размеру. И закреплю с помощью брусков нашу шапочку, чтобы она крепко стояла. Показываю вам поближе. Вот так у нас будет. Все, ребятушки, закончила я наши витрины и тумбу. Значит, сделала навершие, уже закрепила их. В эту витрину вставила стеклянные полки. Здесь были стеклянные полки. Это витрина книжная. Здесь у нас будут белые полки. Одна уже стоит. Там она изначально была. Еще две буду вставлять в конце, потому что вставлять их отсюда, через двери, не получается. Наши вот эти боковые элементы, они не дают пройти полкам. Поэтому вставлять буду в самом конце. Откручу задник и с задника поставлю полки. Значит, что я еще сделала? Вот обратите внимание, рамы теперь вот такие вот немножечко фигурные. Почему? Потому что я вам рассказывала, что вырезала, когда стекла, стекла были с этих же витрин. И немножко накосячила, не обратила внимания, что когда отрезали в стекольном мастерской стекла, остались вот эти ручки, как делают у выдвижных стекол. И их было видно, было очень некрасиво. Я думала, думала, что придумать, чтобы закрыть эти ручки. Ну, в общем, ничего лучше я не придумала, как вырезать из фанеры шестерки вот такие вот полукруглые детальки. Делала шаблон вот такой вот, вырезала из фанеры и, в общем-то, потом уже вот сюда приклеивала. Ну, вот таким образом я закрыла эти ручки, чтобы смотрелось более-менее нормально. Я вам говорила, что мы будем делать гарнитур. Первую часть гарнитура мы с вами сделали. Это витрины и тумба. Вторая часть у нас будет круглый стол и четыре стула. Все будет на гнутых ножках. Также будем в белый цвет со вставками под камень делать наш стол. Ну, и стулья, соответственно, тоже будем делать под этот гарнитур. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот стол и стулья. И возьмемся за работу и начнем переделывать уже вторую часть нашего гарнитура. Итак, ребятушки, вот наш стол, вот наши стулья. Стол круглый. Многие видели такие столы. Раздвигается он в овальный. Эта вставка я вытащила изнутри. Эту вставку мне нужно будет... Немножко заедает стол, плохо раздвигается. Я буду его полностью раздвигать, ошкуривать, смазывать так, чтобы полегче все это двигалось. Вот. В общем, тут по столу я объяснила. По стульям. Вот они наши стулья. Два стула абсолютно нормальных, целых, а два. Вот тут вот есть косяки. Надо реставрировать. Вот лопнул стул, сидушка, спинка. Буду реставрировать, ошкуривать, склеивать, стягивать. Потом зашкуривать опять и все это шпаклевать. Тут надо отреставрировать. И на еще одном стуле такая же беда. Затем мы будем снимать обивку, ошкуривать стулья, окрашивать их, менять обивку. Цвет у нас будет тоже аквамарин. Под цвет нашей витрины подобрала обивку. Но обо всем по порядку. Сначала начинаем работать со столом. Хочу показать вам поближе стол. Вот столешница. Тут, конечно, все убитое. Вот такой вот стол. Ножки тоже все это буду ошкуривать. Там где-то шпаклевать надо. Вот он в таком состоянии. Вот стулья. Вот видите? Вот здесь вот склееный. Тоже был лопнутый, но склеен неплохо. Буду ошкуривать, шпаклевать, все это выравнивать. Тут тоже. Вот оно. Все это надо стягивать, склеивать, приводить божеский вид. Вот так вот выглядят стулья. Первое. Начинаем работать со столом. Сейчас я его разберу. Вот он очень плохо разъезжается. Буду киянкой выбивать. Внутри полозья, по которым ездят наши две половинки стола, вручную буду ошкуривать, сглаживать прям в конце уже самой мелкой наждачкой, насколько можно, чтобы были прям гладкие-гладкие. И смажу, наверное, парафином, чтобы ездило легко. А сейчас буду пока выбивать наши две половинки. Потом их промою и ошкурю все на улице. Стол полностью. И столешницу, и ножки вот это вынесу все. Буду ошкуривать. На этом я не буду останавливаться подробно. Я думаю, как ошкурить, работать с наждачной бумагой. Ну, все знают. Вот. Самые какие-то основные моменты, которые действительно заслуживают внимания, я на них буду останавливаться. Итак, ребятушки, рассказываю. Значит, разобрала я стол. Вот он. Вот эти направляющие у нас внутри я все ошкурила. Сначала 120-й, потом 240-й и закончила 320-й. Прям гладкая-гладкая сделала. Никаким парафином я здесь смазывать не буду. Здесь очень гладко все. И сзади на столешнице у нас были направляющие. Вот здесь вот прикрученные направляющие, которые ездят по этим полозьям. То есть вот вставляется. И вот так вот они ездят. Их тоже вот здесь я полностью ошкурила, сделала гладкое-гладкое. Вот дальше я весь стол ошкурила полностью. Внутри, снаружи, столешницы, нашу вставку, среднюю в стол. Все ошкурила и пошпаклевала, потому что столешница вся была неровная. Чтобы сделать гладкую поверхность ровную, мне пришлось прошпаклевать. И здесь, и среднюю часть тоже я всю пошпаклевала. Теперь что я буду? Второй этап у меня, значит, сейчас я буду выносить это все на улицу и ошкуривать. Сначала 120-й, потом 240-й сглаживать все. Ну, посмотрю, если 240-й слишком гладко не будет, как мне хочется, значит, закончу финишный 320-й. То есть наждачные бумаги буду менять. Первые 120-е, потом 240-й и в конце, может быть, 320-й пройдусь. Чтоб поверхность была на столешницах идеально гладкая. Работать буду шлифмашинкой. У меня вот такая вот шлифмашинка. Покупала я в Леруа Мерлен. У кого нет, можно бруском. Можно, вот на шуруповерт продаются вот такие вот насадки в любом строительном рынке. Одеваете так же вот наждачную бумагу и так же шкурите. То есть, ну, проблем нет с этим. Итак, ребятушки, все, зашпаклевала нашу столешницу, кое-где ножки, где были сколы. Обеспылила все, все полностью убрала пыль. Теперь будем грунтовать наш стол. Каким грунтом буду покрывать? Покрывать буду грунтом кузница цвета. Сейчас мы будем наносить его с помощью валика. Можно наносить, вот, допустим, столешницы я буду с помощью валика наносить. Ножки и маленькие какие-то детали. Это все буду работать кисточкой. Валиком не очень удобно там будет, поэтому работать буду кисточкой. Покрываем нас на первый слой грунтом и даем высохнуть. Так, валик у меня велюровый. Ребят, поролоновый валик лучше не брать. Он пузырится и берет очень много грунта, краски, не экономичен. Вот велюровый валик с коротким ворсом, самое оно, очень удобно им работать. Он и краски мало берет и распределяет ее равномерно. Впряхиваем наш грунт, набираем на валик и вот такими движениями начинаем наносить грунт. Полностью сейчас загрунтую нашу столешницу грунтом, дам высохнуть, а затем начнем окрашивать. Все, загрунтовала я наш стол и столешницу, и подстолье. Все загрунтовано, все просохло. Теперь переходим к покраске. Ребят, я буду красить эмалью от кузницы цвета. Вот такой вот, сейчас поближе вам покажу. Эмаль акриловая, универсальная. Я буду работать с этой эмалью. Вы можете работать и вот такой вот краской белой для мебели, тоже от кузницы цвета. Значит, смотрите, можно наносить валиком, можно наносить кисточкой. Я буду работать с краскопультом. Я уже зарядила сюда краску, эту эмаль. Хочу вам показать немножко качество краски. Я очень довольна этим качеством и хочу поделиться вот именно насколько густая, хорошая краска у этого производителя. Посмотрите, вот сейчас я при вас открою и покажу. Посмотрите, какая густая краска. Вот она. Это не вода водой. Сейчас очень много производителей делают. Вот прям открываешь краску, вода водой. Я знаю, о чем я говорю. Очень много с красками работаю. Здесь, конечно, вот посмотрите, насколько густая, хорошая краска. Один момент. Если вы работаете с этой краской, что с такой краской? Что с такой краской? Если вы будете окрашивать кисточкой, обязательно чуть-чуть разводите водой. Потому что краска густая, и когда мы густую краску наносим по поверхности кисточкой, остаются мазки вот такие вот, полосы. Чтобы этого не было, краску чуть-чуть разбавляем водой. Если будете работать валиком, то можно и не разбавлять, так окрашивать валиком. Очень хорошая укрывистость, очень густая краска. Что это, что это. Вообще все краски у них достаточно качественные. В общем, я приступаю к окрашиванию. Сейчас один, ну, может быть, два слоя дам. Высохнет. И хочу здесь на столе, может быть, где-то сделать декор. По ходу работы я вам уже все покажу и расскажу. Так, ребятушки, покрасила я столешницы и подстолье. Подстолье покрасила на один раз. Сейчас я его буду украшать, а потом дам еще одним слоем краски. Так, каким образом буду украшать? Буду украшать с помощью вот декорашек. Вот эти декорашки я сделала из полимерной глины, как мы с вами делали на ножках у витрин. Здесь у меня вот молды. Этот молд я сделала из декорашки от витрины. Тоже залила силиконом и получила вот такой вот молд. Потом закладывала глину и вот такой вот элементик у меня получался. Чтобы у нас сочетались декоративные элементы и на витрине, и на столе. Еще у меня был вот такой вот молд, вот такой вот колосок сделала. Загрунтовала наш декор. И сейчас мы с вами будем его приклеивать вот сюда. Вот этот вот элемент мы будем приклеивать вот так вот. А вот колосок наш будет уже идти вот отсюда. Вот таким образом будет украшаться. Приклеивать буду на полимерный клей. Все то же самое, как приклеивала на ножки. Я вам уже показывала, здесь останавливаться не будем. Приклею. Немножко подстынет, полчасика постоит. И затем дам вторым слоем краской. И уже потом будем с вами лакировать. Итак, ребятушки, все, покрасила полностью, высохла. И подстолье наше, и столешница. Теперь будем лакировать. Лакировать буду лаком глянцевым. Вот этим вот. Одну сторону я уже залакировала. Видите, да, блестится. Сейчас мы с вами будем эту лакировать. Кисточку взяла широкую. Для чего? Для того, чтобы узкой кисточкой не делать много мазков, а широкой, как можно меньше мазков. И поехали. Значит, смотрите. Я буду накладывать 4 слоя. Первый слой мы будем наносить кисточкой вот так вот вдоль. Сразу много на кисточку не берите лака. Растягивайте его. Не нужно сразу толстым слоем наносить. Вот первый слой мы нанесем вдоль. Высохнет. Высохнет лак. А второй слой мы с вами будем наносить уже поперек. Чтобы у нас на просвет не в одном направлении были линии. А они как бы будут вот так вот параллельно пересекаться. И особо не будет видно, что нанесен лак. То есть ляжет ровнее. Первый слой вдоль, высох, второй поперек. Еще один слой вдоль, другой поперек. Вот так 4 слоя лака я сюда наложу. Первый слой нанесла. Сейчас отправляю сохнуть. Затем буду последующие уже накладывать. Все, ребята. Залакирован стол, высох. Я его собрала. Вот так вот полностью раздвинула. Вставила середину нашу. И собрала. Вот что у нас с вами получилось. Еще я сделала разметку. Здесь у нас по столу вот так широкой полосой в 12 сантиметров шириной будет проходить полоска имитация камня. Зеленая. Как у нас с вами на витринах сделана, так же мы сделаем и на столе. Сейчас поближе подвину камеру, покажу как я сделала разметку и объясню вам как я ее делала. Так, вот она наша разметка. Она проходит по всей столешнице. Вот она. Карандашом аккуратненько я все отрисовала. Так, ребята, теперь показываю, как я отрисовывала наш, вот этот вот, нашу полоску. Правильно. Значит, здесь по прямой все понятно, все легко и просто. Мы выставляем по прямой линейку. Вот она, прямо. Отмечаем 4 сантиметра. У меня отступ от края столешницы до начала нашей полоски 4 сантиметра. Вот, 4 я отметила, дальше у нас идет 12 сантиметров. И 16. 4 плюс 12, 16. Вот, отмечала. И по прямой так и вела. Вот так вот. 4, 16. 4, 16. Теперь как нам надо сделать правильно, чтобы вот сделать вот этот изгиб на столешнице. Выставляем линейку и ориентируемся по вот этому вот углу. То есть, не надо прямо ставить линейку. Вот так вот. У вас ничего не получится. Вот на этот угол. Вот как идет изгиб. Так мы вот на этот угол и ориентируемся. Отмечаем 4, 16. Дальше двигаем. Опять этот угол. Линейка у нас пойдет немножко в кость. Отмечаем 4, 16. Дальше двигаем. Также вот 4, 16. Дальше 4, 16. И вот так вот мы двигаем нашу линейку. Не вот так. Вот чтобы прямо выставлять прям по краю столешницы. Именно ориентируемся на вот этот кончик линейки. Его двигаем. Его двигаем и уже отмечаем. И тогда у нас получится ровный изгиб. Так, теперь нам надо будет отсечь площадь вот эту, ту, что мы не будем закрашивать. Можно это сделать с помощью малярного скотча. Он тоже тянется. И можно и им проклеивать. Потом отрывать кусочек. Еще сюда, еще, еще, еще. И вот так вот отсекать полностью площадь, которая не будет закрашиваться. Так, ребятушки, рассказываю, что я тут сделала уже. Значит, сделала полоску, имитацию камня. Здесь я покрасила самодельной поталью. И ребро нашего стола тоже полностью окантовочку сделала золотым. Дальше, значит, одну половинку я уже сделала. Окантовку вот так вот тоненькой золотой лентой. Как я сделала эту золотую ленту? В принципе, можно также и скотчем проклеить, и прорисовать кисточкой. Но есть способ намного быстрее и аккуратнее. Сейчас буду рассказывать и показывать. Значит, первое, что я сделала. Я взяла сантиметр и отмерила расстояние вот нашего внешнего полукруга, внутреннего полукруга. Вот здесь расстояние. Затем я взяла скотч малярный. У меня 4 сантиметра. Длинную фанеру. Обрезок у меня был. На него, на эту фанеру я наклеила скотч. Вот так вот, 4 сантиметра этот шириной. По длине, с самого длинного расстояния. У меня получилось 1,40 м по внешней дуге. Вот 1,40 м я отмерила и приклеила ровно сюда скотч малярный. Затем я размерила по 0,7 м ширину наших полосок. И с помощью строительного ножа и железной линейки аккуратно, ровно провязала. Провязала. Потом я покрасила так же самодельной поталью, вот золотом. И теперь я потихонечку вот так вот снимаю полосочку и приклеиваю ее. Сейчас мы с вами приклеим вот на эту часть полукруга. Я вам покажу как и потом расскажу, как закрепить все это. Отсоединяем полоску от фанеры. Вот она легко отходит. Теперь немного с запасом, вот так вот, на краешек, на границу нашего рисунка. И пальчиками вот так вот придавливаю потихонечку. У скотча есть свойство, он немножечко тянется. Мы его чуть-чуть подрастягиваем как бы в полукруг. Вот так пальчиками придавливаем. Расправляем. Все, вот так вот мы наклеили. Внутреннюю часть полукруга клеим точно так же. Лишнее я потом аккуратно ножничками отрежу. Затем, когда будут уже приклеены все полоски, возьму обычный фен и резиновый шпателек. Буду разогревать феном и придавливать прям, чтобы клей под скотчем разогрелся и хорошо придавился к нашей поверхности. Разровняю все. А затем буду лакировать уже вместе с вот этим рисунком нашим. Значит, наложу где-то 4 слоя лака. Под лаком ничего с ним не будет. Зафиксируется хорошо. Наша полоска и будет держаться намертво. Зато у нас будут с вами очень аккуратные полосочки. Вот показываю вам. Видите, ровная полосочка идет. Вот она. На той стороне уже все наклеила. Все, ребят, закончила со столом. Залакировала его. Залакировала акриловым лаком глянцевым. Вот теперь он у нас такой блестящий. На 4 слоя. Показываю вам, что у нас получилось со столешницей. Вот такой вот рисунок камня. Переходим к стульям. Первое, что нам нужно с вами сделать, это снять вот этот молдинг со стулья. Вот это вот из гвоздиков. Здесь на сидушке, здесь. Затем нужно будет снять скобы. Значит, я вооружилась двумя отвертками. Широкая отвертка и узкая отвертка. Затем заточила их на бруске, чтобы они остренькие были. Это для вытаскивания скоб. То есть, когда заостренные отвертки, наточенные, ими легче поддевать скобы для вытаскивания. И плоскогубцы. У меня немножко вот загнутые плоскогубцы. Можно обычными плоскогубцами. Начну показывать. Вот аккуратно поддеваю. И проворачиваю вот так вот отвертку. Опять поддеваю, проворачиваю. Вот так вот постепенно сейчас я сниму этот молдинг. Вот этот молдинг я потом никуда не выкидываю. Я его же потом обратно сюда и прибью. Здесь он на скобах закреплен. У меня такого степлера нет под такие скобы узкие. Поэтому я через два гвоздика буду делать обычные гвоздики. Вбивать сюда тоненькие. И уже потом вот таким образом прибивать. Покрашу этот молдинг. Сниму сейчас полностью. Потом его зашкурю, загрунтую. И покрашу самодельной поталью. Чтобы они были золотые. Здесь тоже сниму. Все так же выпрямлю. И обратно потом уже когда мы сделаем обивку новую. Обратно я этот же молдинг уже обновленный. То есть покрашенный я его и прибью. Сейчас снимаю этот молдинг. Под молдингом у нас проходят скобы. Скобы точно так же. Вот поддеваю отверткой. Где-то узенькой. Где-то широкой. Какой удобно. Уже какая-то скоба сильно забита. Какая-то не очень. То есть если сильно забита, мне удобнее работать узкой отверткой. Если не сильно забита, то широкой отверткой. Уже приноравливаю, смотрю. Итак, сняла я обивку старую со стула. Вытащила все скобы. И прошкурила наш стул полностью. Ошкуривала я 120 наждачкой. Ребят, можно от 100 до 180 ошкуривать. Крупной зернистостью я вам не рекомендую. Почему? Потому что будет оставлять царапины. И когда мы будем окрашивать впоследствии стул, эти царапины будут видны. Поэтому от зернистости 100 до 180. Снимаем вот этот вот лак верхний. И немножко, чтобы была шероховатость. Чтобы хорошо цеплялся грунт. После того, как мы ошкурили, нужно будет обеспылить нашу поверхность. Обеспыливать буду с помощью тряпочки. Вот хэбэшной. Безворца. Проходимся везде. Убираем всю эту пыль. Счищаем. Протираем все. А затем нам нужно будет обезжирить полностью поверхность. Я буду обезжиривать изотропиловым спиртом. Можно изотропиловым спиртом. Можно обезжиривателем, который продается в любом строительном магазине или на строительном рынке. То есть, ну, с этим проблем нет. Так, ребят, еще один момент. Нашу старую обивку мы никуда не выкидываем. То есть, мы по вот старой обивке будем выкраивать новую. Я разглажу ее утюгом, старую нашу обивку. Затем буду прикладывать уже к новому, к материалу, которым я буду оббивать впоследствии стулья. И обводить мелом, вырезать и уже прибивать новую нашу обивку именно по вот этим вот выкройкам. Но сначала все нужно будет разгладить. Все, ребятушки, обеспылила, обезжирила. Теперь начинаем грунтовать наш стул. Грунтовать я буду грунтовкой от кузницы цвета. Кисточкой. Набираем на кисточку грунтовочку и начинаем полностью покрывать грунтом нашу поверхность. Покрываем сначала нижнюю часть. Затем дадим высохнуть. Переверну и уже буду покрывать спинку. Прогрунтую все, затем начнем окрашивание. Все, ребят, загрунтовала все стулья. Теперь приступаем к окрашиванию. Я буду красить краскопультом. Уже один стул я закрыла сиденье. Снимать я поролон не буду. Он здесь хороший поролон. И он здесь приклеен и пробит еще степлером. Поэтому не буду я это снимать, потому что при съеме тут попорвется половина. Мне это не нужно. Поэтому, значит, поролон оставила. Здесь натянула стрейч-пленку, чтобы при окрашивании краскопультом не испачкать поролон. И внизу вот тут вот под стулом тоже закрыла все этим целлофаном. Кто будет окрашивать кисточкой, рассказываю. Перед тем, как покрасить краскопультом сложные места, я выкрасила кисточкой. Вот здесь вот, где поролон поднимается и недоступные места. Здесь я аккуратно все выкрасила кисточкой. А вот эти места уже будет мне проще красить краскопультом. Значит, для тех, кто будет красить кисточкой, ребят, что грунт, что краску, мы наносим очень маленькими порциями. То есть мы не брякаем сразу много краски. Слегка немного берем на кисточку. Пускай это будет больше слоев. Но зато это будет аккуратней и без подтеков. У нас на стульях очень много ребер. То есть обычно вот тут вот частенько бывают затеки. Поэтому, чтобы этого не случилось, на кисточку немножечко берем краски и начинаем распределять краску в одном направлении. Вот так вот, чтобы она равномерно ложилась. Не забываем про ребра. Просматриваем все это, прокрашиваем опять кисточкой. Опять слегка обмакнули, лишнее убрали. И опять вот окрашиваем в одном направлении, чтобы краска у нас легла не пятнами, а ровно. И вам проще было прокрашивать. Вот таким образом мы кисточкой прокрашиваем наши стулья. И вот так постепенно. Первый слой наложили, дали просохнуть часок. Потом второй слой наложили. Так, чтобы краска успевала хорошо. Не так на отлип потрогали, все, вроде она сухая. Это стулья. Они будут очень активно эксплуатироваться. Потому что потом при эксплуатации, при выдвигании, где-то долбануться ножками, спинкой, чтобы у нас не было сколов краски. Пусть это будет дольше, но она ляжет, хорошо закрепится. И это будет качественная покраска. Тут я вам рассказала, как окрасить кисточкой. Я сейчас закрою все сиденья, стрейч-пленка, и буду окрашивать краскопультом. Покрашу, а затем начнем с вами лакировать. И уже в конце одевать сидушки. Хочу вам немножко показать, как я буду окрашивать краскопультом. Ребят, почему я выбираю краскопульт? Мне удобнее им работать. Это быстрее, это ровнее ложится сразу ровно краска. Но есть большое но. Для того, чтобы работать с краскопультом, нужно иметь отдельное помещение, мастерскую. Потому что, когда мы красим краскопультом, все равно вот эта пыль красочная, она летит. Поэтому в квартире, наверное, это будет проблематично. В общем, поехали. Здесь я уже развела краску. Эмаль я вам показывала. И начинаем окрашивание. Сначала я окрашу нижнюю часть нашего стула. Дам ей просохнуть. Потом переверну. И уже буду красить спинку. Вот прошлась на первый слой краскопультом. Сразу, ребят, тоже не нужно краскопультом заливать так, чтобы с первого раза все окрасить. Иначе краска тоже может потечь. Поэтому на первый слой слегка все это прибеливаем. Высыхает. Вторым слоем уже доводим до того, чтобы было равномерное окрашивание. Прокрасила. Сейчас даю высыхать. Часок просохнет. Потом дам второй слой. Все, ребятушки, стулья покрашены, залакированы. Красила я с краскопульта. А вот лакировала я уже кисточкой на три слоя. Вот таким вот лаком. Лакировала кисточкой. После того, как лак высох, я нанесла самодельную поталь. Вот в углубление здесь на спинке, на ножках тоже немножко позолотила. Теперь буду снимать нашу обтяжку из целлофана. И будем обтягивать стулья уже материалом. Буду рассказывать и показывать, как и чем. Поехали. Итак, ребят, что нам нужно с вами для обивки. Я взяла синтепон. Старую нашу обивку я прогладила, приготовила. Оно будет служить нам как выкройки для новой обивки. Ножницы и мелок. Вот здесь у меня материал для новой обивки. Вот такой вот я купила. Нижнюю часть стульев. Внизу у нас была обивка. Вот она черная. Черный материал такой. Я уже покроила его здесь. Он очень тонкий здесь. И я покроила такой же материал, но по две детальки. Буду крепить по две детальки, чтобы он был поплотнее. А то тут совсем тоненький. В общем, прикладывала к черному материалу, обводила мелком и вырезала. Вот тут вот у меня заготовки именно на под низ стула. Теперь объясню, как будем кроить сидушки. Синтепон в стороночку пока. Значит, смотрите. Вот то, что у нас было уже прибито на стуле. Раскладываем материал. У кого с рисунком, как у меня, ребят, обязательно смотрим. Идет вот какой-то узор, чтобы он никуда не съехал. Прикладывать нам нужно будет так, чтобы мы видели, что у нас рисунок ровно идет по середине нашей сидушки. Ребятушки, накрылся микрофон. Камеру подвинула поближе. Буду говорить погромче, потому что пока придет новый микрофон, это еще где-то дня 4-5 точно пройдет. У нас совсем немножко осталось, поэтому уже доснимем без микрофона. Так, теперь рассказываю, как будем кроить. Видите, у меня ткань с рисунком. Когда однотонная ткань, ничего сложного нету, прикладываете старую выкройку и с припуском на 2 см все это отрисовываете. Но у меня с рисунком, и нам нужно покроить так, чтобы у нас рисунок никуда не съехал. То есть я вот пополам складываю наше сидение и смотрю, как мне расположить. Так, чтобы у меня из боков было по 2 см. Если я положу, допустим, вот сюда, вот, и это будет у нас середина нашей сидушки, вот так вот, то получается, что у меня не остается на припуске. Видите? Поэтому мне немножечко нужно ее сместить. Смещу вот сюда вот. Вот этот рисунок у нас будет посередине нашей сидушки. Вот таким образом. Теперь мы раскладываем. Перевернула материал наизнанку, то есть с обратной стороны, потому что будем чертить, чтобы у нас на лицевой не оставались никакие наши чертежи. Выровняла, все, посмотрела, везде одинаково. И теперь отрисовываю сначала по контуру нашей старой выкройки. Сейчас сначала отрисую по контуру, а потом добавлю еще припуск 2 см. И с припуском 2 см отрисую. Все, ребят, отрисовала от руки, прям отрисовывала. Сейчас берем ножницы и вырезаем наше сидение. Все, готово. Вырезала, примеряем. Смотрим. Для чего мы делали припуск, ребят? Потому что у нас на вот этот поролон я еще буду укладывать синтепон. Это придаст небольшой объем. И потом сверху него, синтепона, уложу, лишнее отрежу. И немножко степлером я прихвачу синтепон, чтобы он держался. Дальше буду укладывать уже нашу сидушку. Вот таким образом. Также выравнивать. Вот посередине сразу прихвачу. Средний рисунок. И здесь вот так вот прихвачу степпером на 4 скобы. Сделаю, а потом уже буду утягивать и оформлять сидение, чтобы ровно легла наша обивка. Так, по сидению объяснила. Прежде чем делать сидение, оббивать, мы с вами сделаем обивку вот этой части нашего стула. Это вот черный материал. Сюда буду укладывать и прибивать. Так, смотрите. Значит, здесь я уже серединку нашла, зацепила, сразу наживолила. Расправляем. Теперь находим здесь середину. Подгибаю излишки и также наживоливаю степпером. И здесь также натягиваю и наживоливаю. По старым меткам смотрим, где у нас прибито было. Туда же стараемся и вбить скобу. Все, вот с четырех сторон наживолила. А теперь уже потихонечку вот, подгибаю и вытягиваю. Прям подтягиваю к старым отметинам, где были скобы. Прибиваю сразу с этой стороны. Так, чтобы у нас не перекосилось. С одной стороны делаю, пробиваю. Сразу с другой стороны. Вот так вот. И вот так вот потихонечку, потом здесь вот так вот загну аккуратно, прибью, двумя скобами закреплю здесь. С этой стороны и с этой точно так же. Ребят, мне неудобно на камеру. Я думаю, здесь понятно объяснила, как сделать нашу нижнюю часть, отбить материалом. Вот таким образом. Аккуратно, аккуратно скобами пробиваем. Так, все, ребятушки, закончила. Низ мы с вами отбили. То есть подгибала, подгибала, доходила до угла. Здесь угол просто тоже вовнутрь загибала. И вот с этой стороны, вот здесь прям ближе к ножкам, пристреливала степлером. И таким образом мы с вами низ обшили. Переходим к сидению. Беру синтепон, укладываю на сидение. Вот так, чуть-чуть запасом. Лишнее обрезаю. Ребят, приступаем к сидению. Значит, приложила я нашу вырезанную деталь из материала на сидение. Нашла середину. Середину четко мы укладываем по нашему стулу. Середина, значит, здесь. Середина сзади. Вот он рисунок у нас проходит. Буду прибивать за камерой, потому что мне сложно будет и погромче говорить на камеру, чтобы вы слышали. Без микрофона прям беда. Значит, сначала на живую степлером впереди, сзади и по бокам по одной скобе сделаю. Прибивать буду. Уже не буду подворачивать материал, как мы с вами вот тут в этой части стула делали. Просто вот так вот накладывать и пристреливать степлером. Лишнее мы потом с вами отрежем. Пристрелю до ножки, вот сюда вот, с одной стороны, с другой, по бокам сделаю то же самое и сзади. А вот здесь мы с вами уже будем вместе заворачивать. Аккуратненько. Буду показывать, как сделать аккуратненький угол. Дебят, еще такой момент. Вот впереди я уже пробила. С того бока тоже. С этого бока показываю вам. Не надо сильно утягивать. Слегка, вот чуть-чуть вы притянули, вот, нащупали, вот этот выступ, где мы прибиваем, куда прибивается скоба. Вот. Приставляем степлер. Захлопываем. Если вы сильно будете утягивать, некрасиво будет. Вот это вот все сильно втянется. Поэтому слегка вот здесь пристрелила. Впереди пристрелила. С того бока пристрелила. Сзади на одну скобу у нас пристрелена. Заднюю часть пока не трогаю. Почему? Потому что нам вот здесь вот надо материал. Смотрим по старым выкройкам. Вот у нас на старой выкройке. Вот, порезано вот так вот. Сейчас я вот здесь вот по этим углам также сделаю надрезание глубокие, чтобы можно было материал убрать сюда вовнутрь. беру ножницы и прям ножницами вот так вот слегка раз и с другой стороны вот так вот слегка порезала, чтобы можно было растянуть материал. И теперь убираем его вот сюда вот. В ножки прячем вот так вот под наш поролон. укладываем здесь тоже укладываем под поролон и выравниваем все. Вот так вот. Чтобы у нас здесь было аккуратно. Вот что у нас с вами получается. Видите? Здесь все аккуратно. Потом вот здесь сзади притянется и все у нас будет красиво. Итак, ребят, пробила со всех сторон стул, пристрелила степлером, оставила уголки показать вам, как сейчас будем загибать уголки. Вот здесь у нас, видите, тоже есть выступ, куда мы будем прибивать. Последняя моя скоба это вот здесь прям возле ножки. Дальше оттягиваю немножко материал в эту сторону. Здесь с этой стороны, с боковой веду в эту сторону. Тоже натягиваю. Вот так, вот так у нас должно получиться. И аккуратненько закладываю уголочек. Вот таким образом заложила. Теперь смотрю, вот эту часть, вот она, треугольничек, мне надо вырезать так и так. Вот он, треугольничек я вырезала, чтобы у нас лишнего материала не было. И теперь я аккуратненько пробиваю, дальше вот здесь скобу прибиваю, закрепила. И аккуратно теперь укладываю, не сильно, на угол сильно не делайте. Так, чтобы он такой вот, вот таким образом. А теперь здесь пробиваю и здесь пробьем. Ребят, объяснила, сделаю за камерой, потому что мне не особо удобно. Если я сейчас начну прибивать, вам ничего не видно будет. Все, вот пробила теперь здесь наш угол. Вот что у нас получилось. Вот такой аккуратненький загиб. Здесь со второй стороны сейчас здесь делаю то же самое. Сзади мы с вами все подогнули аккуратно. Вот, убрали под поролон, все спрятали. Все, лишнее будем отрезать. Так, все, прибила полностью. теперь, ребят, лишнее отрезаем. Беру ножницы и прям вот по краюшку все это обрезаю. Все, аккуратно обрезала. Теперь переходим наверх. Значит, смотрите, сначала кроем заднюю часть вот эту вот. Ее кроить будем без припусков. То есть, как она есть. Также будем кроить и затем сюда прибивать. После того, как прибьем заднюю часть, у нас сюда прибьется поролон, вот так прикрепится и будет уже лицевая часть нашего стула. Вот, лицевую часть мы будем кроить так же, как и сидушку с припуском на 2 сантиметра, чтобы у нас была возможность где-то подтянуть, утянуть. Вишнее потом обрежем. Вот, таким образом я сделаю верх. А в конце уже прибью просто молдинг, который здесь был железный, я его покрашу в золотой цвет, как у нас выкрашен стул и наши витрины, и стулья наши будут закончены. Ну, все, мои хорошие, работа закончена, перетяжка стульев успешно завершена. Я вам покажу уже в конце ролика полностью обзор. У меня, к сожалению, нет большого пространства, чтобы я вам сразу показала весь наш гарнитур. Но у вас будет возможность все это посмотреть. Я сделаю вам более подробный обзор. Мы рассмотрим все детальки до мелочей. Вы знаете, мне нравится, что получилось. Мне кажется, что мебель приобрела вторую жизнь и заиграла новыми красками. А заиграла она новыми красками только благодаря тому, что я использовала краски кузницы цвета. Ребят, мне очень понравилось с ними работать. Это недорого, это качественно и это красиво. Ребят, для тех, кто захочет приобрести продукцию кузницы цвета, а у них очень большая линейка лакокрасочной продукции, то есть разнообразие огромное, я оставлю ссылки и в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Торговые площадки, на которых вы сможете приобрести продукцию кузницы цвета, их личный сайт, их телеграм-канал, инстаграм и группа ВК. еще хочу добавить, что как и в любой переделке мебели, в каждой переделке есть свои подводные камни. Так вот, свои подводные камни, которые встретились и в этой переделке, я сделала отдельный видеоролик, который будет только в моей закрытой группе. Там у меня проходят только эксклюзивные мастер-классы, там я делюсь своими наработками, своими секретами и теми вещами, которые вы не увидите в открытом доступе. Подписаться в мою закрытую группу вы можете, написав мне в личные сообщения на мою личную страницу. Ссылка на мою личную страницу будет в описании под видео. Годовая подписка в закрытую группу стоит 7000 рублей. В закрытой группе у меня проходят только эксклюзивные мастер-классы, которых нет в открытом доступе нигде, они только в закрытой группе. И если вы хотите переделать мебель без проблем, без каких-то лишних затрат, потому что это не так просто, взял кисточку и перекрасил, нет, нужно знать какие-то тонкости, какие-то секреты, вот именно этими тонкостями, секретами я делюсь в своей закрытой группе. А самое главное, вам не придется набивать свои шишки, я буду рядом, я подскажу, если что-то будет непонятно. Я научу вас экономить свои деньги, и делать, и переделывать мебель качественно и недорого. Ну, а теперь я вам сделаю обзор, мы более детально все рассмотрим, гарнитур, стульчики, столики, витринки, тумбочки, в общем, залезем в каждую щелочку и все рассмотрим. Поехали! А я с вами прощаюсь, до новых встреч и до новых мастер-классов. Пока, мои хорошие! Мастер-классов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok